Всем доброго времени суток, вы на канале HD. В сегодняшнем ролике мы с вами отправимся исследовать необычные и интересные моменты, которые были скрыты за кадром в DLC Ruins для игры Five Nights at Freddy's Security Breach. Так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаёчек и мы начинаем. И начнём мы с самой первой катсцены, где нам покажут нового персонажа Кэсси. И если остановить игру в этом моменте и пролететь в место спауна свободной камерой, то увидим её текстурную версию. Вернув игру в нормальное состояние, игра поставит Кэсси в нужное место и в этот момент за кадром у неё закатятся глаза. Пролетев свободной камерой на улице, мы увидим несколько деревьев, часть локации, а также очень растянутый скайбокс в виде сферы, которая со стороны выглядит вот так. Разработчики в игре спрятали очень много разных игрушек и прочего в самых необычных местах. Вот, например, игрушку Фредди можно найти за одной из клубов. Пройдя немного дальше, мы поймаем первый скример. Сама же Чика после активации триггера телепортируется из глубин локации, прямо нам на лицо. Очутившись в большом коридоре, за одной из стен мы услышим звуки Монти, но, к сожалению, пролетев туда свободной камерой, обнаружить мне его не удалось. Напротив этого места есть несколько закрытых дверей, и пролетев сквозь одну из них, мы увидим одну из недостроенных комнат. Возможно, разработчики планировали её доделать, но по какой-то причине отказались от этой идеи. Если у вас есть интересные мысли, что это могла бы быть за комната, то напишите об этом в комментариях. Активировав наш новый гаджет и взломав первую дверь, нам предстоит спуститься по тёмной лестнице вниз. В самом низу появится непонятный силуэт, который при нашем появлении моментально скроется. Но благодаря новейшим технологиям мы можем рассмотреть его поближе, и этим персонажем окажется тот самый сгусток, окутанный множеством проводов, напоминающих щупальца, и состоящего из частей разных аниматроников. Большая его часть будет располагаться за текстурами. Далее мы окажемся в технических коридорах, где на нас и нападёт уже обновлённый Монти. К сожалению, в сточной трубе мне ничего интересного найти не удалось. После увлекательного спуска по сточной трубе, нас выбросит течением в один из залов, где с помощью свободной камеры мы можем посмотреть на всю локацию целиком. И скажу я вам, что со стороны это выглядит очень эффектно. Включив свет, можно рассмотреть некоторые спрятанные детали, находящиеся за границей игровой зоны. Пробираясь под завалами, нас встретит назойливый робот, постоянно предлагающий взять маску. Сам же робот появится из ниоткуда. Недалеко от этого места можно найти интересную отсылку на первой части данной серии, когда бедолага-охранник с помощью камер отслеживал перемещение робота в пиццерине. Если в момент просмотра камер убрать худ, то сможем увидеть анимированную модель Кэсси, которая будет постоянно озираться, как будто остерегаясь кого-то. Одев маску и активировав камеры, ее облик за кадром также изменится. Если вам совсем скучно, то рядом с камерами можно найти игровой автомат, который перенесет нас в интересные локации. И если вам было интересно посмотреть на них со стороны, то наслаждайтесь. Далее перейдем к сцене нападения Монти. Кстати, заметил вот такую странность, что на данной локации Монти практически не представляет угрозы для игрока. Помимо того, что он очень медлителен, так и еще, вы можете пробежать мимо него, и он вас даже не заметит. А также, по неизвестной причине, у него плохо сделана ориентация. Если проследить за ним, то он будет застревать практически у каждой стены. В общем, большая просьба разработчикам. Исправьте этот момент, пожалуйста. Если вам все-таки не повезло, и он на вас напал, то, убрав черный экран, он зависнет вот в такой позе. Теперь перейдем к сценам с Сан и Мундропом. Продвигаясь по локации, сначала мы услышим мерзкий смешок Мундропа. А затем, пройдя еще 10 метров, он на нас нападет. И вот так это будет выглядеть со стороны. В конце сцены, после удара в глаз, Мундроп провалится под текстуры. Следующая сцена с ним, начнется практически сразу. Я... 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 я вновь в голове. Ребоот! Ребоот! Мы требуем быть вовремя! Ты хочешь я тебя ребоот? В этом? Горяк! Горяк! Лайк! 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 Кстати, если подойти к нему близко, не активировав генераторы, то на вас нападет его дубликат. А вот если активировать генераторы и перезапустить его, то появится уже его добрая версия, которая перенесет нас в другую зону. Субтитры создавал DimaTorzok Заметил такую странность. Оказывается, что в этом месте не одна локация, а целых две, и отличия в них будут минимальными. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр и скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok